Приветствую вас. Первое, что нужно понять, это то, что развод – это травма. Тяжелая травма для вас и сами вы ее самостоятельно, вы ее никак не сможете преодолеть. Но даже не преодолеть, а разрешить. Потому что травма располечивается, как и любая. Через психотерапию, через консультации, через анализ вас, ваших отношений. И через разграничение ответственности. То есть, где я, где моя ответственность, где я что-то не так сделал. Где ответственность другого человека, где он даже не так что-то сделал. Не то, чтобы ошибся. Не то, чтобы совершил ошибку. А где человек сделал свой выбор. Это вот, пожалуй, более правильная будет подстановка о вопросах. Вот. И соответственно, как бы исходя из этого уже можно будет что-то делать. Да, исходя из этого можно уже вырабатывать какую-то стратегию дальнейшего поведения. Сейчас на данный момент вам нужно постараться отвлечь, заполнить себя новыми впечатлениями. Вот. И соответственно, как можно больше уставать, как можно больше быть активным, занятым. Меньше давать себе время на какие-то размышления. Вот. Вот. И так вы сможете успокоиться. Ну вот. И удовлетворить свои потребности, которые у вас есть сейчас, чтобы чувствовать себя лучше. А уже после этого можно будет заниматься анализом и поиском причин, разрушивших ваш брак. Триггеров в поведении, которые привели к этому. И последствия, которые теперь у вас есть. Заметьте, что психотерапия не будет эффективна, если вы будете телесно чувствовать себя плохо. Если вы будете неудовлетворенны. Ну, то есть, если вы будете нервным, если вы будете там... Ну, нервный, нервный, это ладно, нервный, это еще нормально. А вот если вы будете именно не комфортно себя чувствовать, у вас будет постоянное напряжение, например, в теле. Вот. То, соответственно, на психотерапии засредоточиться вы не сможете никак. Поэтому не имейте это, пожалуйста, в виду. Может быть, сейчас вам имеет смысл написать в бассейн, куда-то еще, чтобы расслабиться. Вот. И уже после этого на терапию. Вот. Либо сюда, на сайт, к любому из специалистов. Либо очно, если вам так лучше. Глубинное успокоение, да, психическое, психологическое успокоение, произойдет после того, как вы измените свой взгляд на эту ситуацию, которая с вами произошла. Вот. Тогда вы успокоитесь. Потому-то сейчас у вас говорят обиды, то есть завышенные ожидания. Сейчас у вас говорят страхи, которые в действительности защищают привычную вашу модель поведения. И сейчас у вас говорит тревожность перед неопределенным будущим. Вот. Ну, соответственно, все эти вот негативные сферы нужно будет купировать. Это не подавлять, да, не побаривать, а именно купировать. Менять отношения, взгляд, себе возможность что-то менять в своем поведении. Вот. Я думаю, именно так можно ответить вам на вопрос. А на этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok